Всем здравствуйте! Истории, которые будут рассказаны, похожи друг на друга. Знаменитая женщина берет на воспитание чужого ребенка, а потом отказывается от него. В каждом случае все начиналось красиво, с благим намерением, а заканчивалось неприятно. В 2017 году появилась информация, что Ксения Стриж усыновила 15-летнего мальчика. Злые языки тогда уверяли, что тут дело не в доброте душевной, а в том, что Стриж влюбилась в парня, превращающегося в молодого мужчину. Чуть позже на Ксению обрушились и те, кто не верил в эту версию. Почему? Потому что знаменитость якобы отказалась от мальчика. Стриж нашла смелость, чтобы выступить в заявлении и объяснить ситуацию. Оказалось, что звезда Эфиров познакомилась с 15-летним парнем из детского дома, подружилась с ним, решила помочь мальчику поступить в училище. Но об усыновлении не было и речи. У актрисы Евдокии Германовой нет своих детей. Ранее она попыталась усыновить ребенка. Удача, как казалось, улыбнулась двухлетнему мальчику по имени Коле. Германова была счастлива. Фотографии счастливой приемной мамы с ребенком распространялись по сети. Но Николай подрос, стал себя очень плохо вести и не хотел учиться. Германова заявила, что это наследственное. Якобы родители Коле злоупотребляли спиртным и прочими вредными веществами. Мальчик оказался в психоневрологической лечебнице. Там он провел около двух лет. После этого Германова ребенка назад не забрала. Экзюпери такого поведения бы не одобрил. Ведь мы в ответе за тех, кого приручили. Но кто сейчас читает Экзюпери? У Натальи Карпович история похожая, но другая. Если у Германовой своих детей не было и нет, то у Карпович сейчас уже шестеро своих сыновей и дочерей. От разных мужчин? Но это ее дело. Несколько лет назад Наталья решила усыновить мальчика Данила. Карпович часто посещала детские дома и прекрасно знала, как там нелегко живется детям. Судьбу одного малыша Наталья хотела изменить. Парень подрос и стал проявлять агрессию. Судьба его такая же, как у вышеупомянутого Коли. Данил был отправлен лечиться от психического заболевания. Обратно в семью его уже не взяли. А что, если дело не в заболеваниях? Может, знаменитые мамы просто не смогли правильно воспитывать, найти подход? История Ирины Пенаровской, наверное, самая известная. Как-то у певицы на руках оказалась темнокожая малышка, которую знаменитости отдала поклонница. Фанатка сказала, что не может прокормить ребенка. Пенаровская приняла девочку, любила ее, ухаживала за ней. Но потом у Ирины появился свой ребенок. Звезда решила, что на двоих любви не хватит. Девочка Бетти отправилась в детский дом, где ее назвали Настей. Спустя много лет Пенаровской и Бетти Настя встретились на ток-шоу. Ирина заявила, что от ребенка не отказывалась, что девочку у нее отобрали. Приемная мама и дочь начали общаться. Позже произошло что-то странное. Пенаровская обвинила Настю в краже, бижутерии. Конечно, в доме Пенаровской больше же нечего украсть. Бижутерия – самое дорогое. В итоге, женщины рассорились навсегда. Приемные дети – это сложная тема. Говорят, что воспитывать таких очень тяжело, утверждают, что у них плохая генетика. Только вот есть масса примеров, когда ребята из детских домов адаптируются в семьях и прекрасно там живут. Может, тем, кто не справляется с такими детьми, нужно поучиться воспитывать несовершеннолетних. Сваливать все на наследственность – это самый простой вариант. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и комментируйте. Всем пока-пока.